Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях дьякон Александр Андреев. Всем привет! Мы с Сашей неоднократно уже писали передачи, мы, можно сказать, и познакомились. Сколько уже лет прошло? Уже 10 лет, получается. 10 лет, да. 10 лет трудов, подвигов, молитв. Да. Интересно, тогда еще мы друг друга не знали, а сейчас Саша дьякон нашего храма. Вот, и за это время он подрос, прошел некоторую школу жизни, но вроде не сдается. Главное, творчество присутствует в жизни, и мы выступаем, и с Сашей отдельно. Скоро будет, я так полагаю, что у него будет свой авторский вечер. Ну да, уже с Божьей помощью уже будет второй, по-моему, сольный концерт в «Лавре». 22 ноября в 19.00. Ну, значит, сам ты как, ты вот, когда складывал, ну, в уме свою судьбу, ты, наверное, с православием не складывал, ты, наверное, хотел такой какой-то, ну, светской такой славы, да? Ну, я думал, что да, я думал, что я буду каким-то известным поп-рок-музыкантом. Ну, а получилось так. Да. Но ты, нет, не расстраиваешься от этого? Да я не знаю, расстраиваться или огорчаться. Как есть, так есть. Ну, мало, на самом деле, профессиональных авторов. У нас очень много самодеятельности православной. Вот ты один из таких серьёзных авторов, который, вот, можно сказать, поднимает уровень нашей музыки. Ну, дай бог, если так. Потому что эта культура существует, но там очень много всякого такого около. Ну, понятно, что люди хотят как-то выразить свои чувства. Много музыкантов, много поэтов, художников, которые, ну, пытаются в ключе православия отворить, они остаются вот под спудом. И вот, батюшка, спасибо вам то, что вы, ну, помогаете весь этот пласт, так сказать, поднимать. Я когда узнал, что такое передача, возможно, я схватился за эту идею, потому что понимал, что целый пласт не поднятый. Я тоже начинал всё с концерта в театре Странник. Да. По-моему, с 13-го года, да? Это началось тогда, когда ещё священник с гитарой считалось, что это что-то ужасное. Мне там писали, что ты там сиди у себя в храме, молись, что ты куда-то лезешь на сцену, вот так мне. А потом оказалось, когда меня стали приглашать уже на серьёзные мероприятия, фестивали, какие-то общества миссионерские, вот, я не сдавался. Я шёл этим путём, ещё за собой тащил кучу народу творческого. И в итоге сейчас у нас филармония души, организация. И вот Александр Невский лавр, мы ежемесячно даём концерты, она серьёзно. Это очень большое подспорье для людей. Уже года четыре. А до этого была мастерская, вот моя. В общем, я что-то вот как-то не сам, а вот я всё время кучу народу с тобой тащу, чтобы люди реализовывались. Это очень здорово. Ну и сегодняшняя передача, она, может сказать, у нас с тобой тоже одна из вех нашего общения и твоей музыкальной деятельности. Ну и то, что ты, я думаю, что ты будешь вести себя естественно. Я до сих пор не понял, как это делать. Мы же, мы с тобой, может быть, импровизируем, но и на концертах, даже иногда не знаем, в чём мы будем играть. Это, по сути дела, то, что мы делаем на концертах, это как перформанс. Да. Я не знаю, что вы будете играть. Да, мне удивляется, что так всё сыграно, всё чётко, так классно. Оказывается, а мы ни разу не репетировали. Насколько мы уже сыгрались. Но будем продолжать в том же духе. Я хотел бы попросить тебя что-нибудь. Я бы хотел спеть вот эту песню, батюшка, на ваши стихи, посвящённую Престой Богородице. Песнь называется «Матушка Небесная». Спасибо. Недавно прочитал, в интернете попались ваши стихи, и решил написать. Я выставил стихотворение на покров Богородицы. Саша всё время реагирует, и очень быстро, буквально ему две минуты надо. Ну, так бывает. Потому что если дольше двух минут, то всё уже, я это дело бросаю, ничего не получается. Песня, она рождается, а потом она зреет, как он у меня. И бывает, что через несколько лет я не могу вспомнить, что был первый вариант, и она всё так что-то добавляется, какие-то паузы при дыхании, что-то такое там убираешь, и она как бы выкристаллизовывается. Ну, может быть, эта песня тоже куда-то войдёт. Как люди симфонии пишут? Как люди симфонии пишут? Ох, этого Малевича надо спросить, не знаю, как он там. Да, Михаил задать вопрос такой. Он сам говорит, а я сам не знаю, говорит. Да? Вы спрашивали? Да. Михаил Малевич, ты замечательный композитор, у него была потрясающая. Недавно премьера оратории. Так мы передачи делали. Отдел делали передачи. Да, вот перед тобой как раз, Малевич. Ну, мне там довелось в том году даже посолировать. Это было здорово. Я очень расстроился, когда тебя не увидел на сцене в этом году. Ну, Михаил сказал, что если я буду себя хорошо вести, он меня пригласит. Ну, ладно, ну, давай песню. Матушка небесная, невеста неневесная, Вытри наши слезоньки и направи ноженьки. Ты к единой троице, что нам беспокоиться, Если все по-божьему благодать умножим мы, К сыну направляем мы, На тебя взираем мы. Матушка небесная, мы висим над бездною, Гордые и смелые, Что с собой мы сделали. Лишь твоей молитвою, По земле разлитою, Держимся, надеемся, А куда мы денемся? К сыну направляем мы, На тебя взираем мы. На тебя взираем мы. Спасибо. Я даже не думал, что нам... Спасибо, господин Батюшка, за такие стихи. Не думал, что она как песня прозвучит. Вот, но писал от души, И я, когда написал, я... А когда написали ее? Год назад, где-то, наверное. Это год назад. Я вот, что-то писал, писал, и, ну... Очень много написано про Богородицу, И как написать так, чтобы, ну, чтобы ты был сам. Ну, чтобы... Уйти от штампа. От шаблонов, от штампа? Да. У меня пока не получилось такую песню написать. Я это же пытался, там, ну, там есть какие-то моменты в стихосложении. Но ничего получилось. Мы там, может быть, там еще потом поговорим по этому поводу. Но вот сейчас, да, вот интересно, в каком ты находишься состоянии. Состояние вечного поиска. Мы же служим, да, и у нас, ну, такие хорошие очень службы, хор, хорошо слаженно поет, все музыкально, дьякон музыкальный. В общем, я вот служу, я спокоен, вот это как тыл такой у меня есть для службы, и я могу в молитву ходить. И вот, а иногда раз, и заслушаюсь, но я же все-таки музыкант, тоже такой человеческий фактор есть. Ну, у нас нет сентиментальности, вот такой слащавости, вот это мне очень нравится. Ну, ты продолжаешь писать музыку. Да, я продолжаю писать музыку, и пишу постоянно. В том числе, сегодня я хотел побольше попеть песен на стихи моих знакомых поэтов и на ваши стихи. Вот сегодня будут еще поэты, которые я в интернете нашел, познакомился. Очень интересные люди, но я попозже их назову. И сегодня я решил спеть вот то, что мне запало в душу. Ну, ты успеешь напеться? Или я буду тебе мешать вопросами? Не знаю, но я хотел себе рассказать немножко еще по поводу своего отца, не такую тему поднять. Дело в том, что мой отец вот уже 10 лет, как он почил, отошел ко Господу, и осталось очень много картин, которые я хочу выставлять. Ну, какие-то реставрируются сейчас. И я думаю, где выставляться? Я в один зал пришел, во второй пришел, в третий. И что-то, ну, как-то очень все сложно. И я подумал, что, может быть, возродить вот это вот движение, которое было у отца. А мой отец был, по сути дела, ну, в молодости. Он был художником-передвижником. Они использовали опыт передвижников XIX века. И в середине 80-х годов на волне перестройки основали сообщество «Русь». Основателем сообщества был художник Николай Куриковских, который базировался в Тосно, в Доме культуры. Это бывший был тогда храм, а сейчас это уже бывший Дом культуры. Возродили храм на этом месте. Вот они базировались там, создали студию «Русь». И делали передвижные салоны-модули. Грузили их в машины и ехали в любое место. Там в Псков они ездили, в Москву. У Казанского собора стояли в конце 80-х годов. И собирали подписи, чтобы Казанский собор передали церкви. Так как это был музей атеизма, назывался. А вот я подумал, что неплохо было бы такой сделать салон творческий. Только балаган, как он называет. Нет, а ты можешь на свои концерты возить, делать экспозиции на своих концертах. Частично, какой-то там тематически. Ну да, да. Она может перемещаться вместе с тобой. В принципе, да. Я так раньше делал. Помнишь, вот в этом постарали. Вешали картины прямо сзади, сбоку. И создавал определенную атмосферу. Да. Но соединение искусств. При том, что работ много. Моего отца много работ осталось. А Николай Крюковский около сотни, наверное, работ. Недавно был у последнего участника группы «Русь». А эта группа, к сожалению, распалась в 90-м году примерно. Когда они выступали в Москве, делали экспозицию. Там конкуренты увидели, что с каким народ идет. И они просто сожгли все. Весь салон сожгли. Все работы. Все это исчезло. Это ужасно. Но многое осталось. Я недавно был в гостях у последнего оставшегося в живых участника группы «Русь». Дима Емельянова. Он в Тосно живет. Он в таком состоянии сейчас. У него был инсульт. В общем, он живет один. В общем, такая тяжелая у него ситуация. Но продолжает писать. Он еле говорит, но он пишет картины. Молодец. Только ему сейчас 60 лет будет. Подвижник. Кстати, по-моему, да. Завтра ему, по-моему, 60 лет. Диме. Ну, это магикане. Ну, да. Ну, это Николай Крюковских. Он их учитель. Он сумел вот так вот их на всю жизнь зарядить любовью к творчеству, основанное на русской духовности, на православии. Вот сейчас это очень нужно. Очень нужно. Сейчас в этом направлении, на самом деле, делается, конечно, но очень мало. Молодежь, вот разговариваешь с молодежью, он не понимает. Что такое патриотизм, что такое Русь, вот эти святые, нравственные какие-то моменты. Они все ориентированы на интернет, на Запад. Ну, 90-е годы же у нас были. Я, собственно говоря, сам ребенок 90-х годов. Но я находился в хром-училище, большую часть жизни я занимался классической музыкой. Но, кстати говоря, вот отец, он мне запрещал слушать вообще, в принципе, эстрадную музыку. То есть, где-то лет до 10 я ничего не слушал. Потом я уже начал кассеты какие-то, чтобы он не знал, там, слушал. Замечательный альбом, он самый мой любимый. Это пластинка Greenpeace. Она вышла в конце 80-х годов. И танц-сборник, там вот такие группы, как там Derstrace, там U2. Потом еще Sting. Ну, в общем, такие вот. И, в общем, я до сих пор эту пластинку, ну, уже, так сказать, в электронном виде я ее слушаю. Получается, я эту пластинку уже 30 лет слушаю. Импульс хороший был. Да. Ну, ладно, надо петь. Пришла пора. Да. Следующую песню я бы хотел спеть на стихии поэтессы Елены Кулик. Есть песня, которую поет Антон Виктория Макарский, «Белая птица» на ее стихии. Но я бы хотел немножко продолжить, потому что песен у нас совместных много. Есть такая песня. Я, можно сказать, ее написал под влиянием творчества Александра Башлачева. Называется «До любви». До любви. Беспредел босиком по стеклам, бисердел на ресницах мокрых. Враг и друг, наковальня молот, а вокруг ненасытный холод. Не разлить горе по стаканам, не звенит мелочь по карманам. Пустота крошки наизнанку, я устал помещаться в рамку. Я проснусь нынче на рассвете, обернусь за спиною ветер. На левке выхожу из дома, вдалеке будет по-другому, будет по-другому. Я просил, подскажите, братцы, нету сил до любви добраться. Не узнать прямо у порога, где без зла пролегла дорога. Никому ничего не должен. Ку-тюрьму затевает дождик. Поль кричит, лейся полномеркой, и звучит голос где-то сверху. Будет так, и судьбы не бойся, Буэрак колет ноги боссы. Открывай душу нараспашку, Примеряй белую рубашку. Сделай шаг, правда, под ногами, А душа у тебя, ногая, В клочья рви Все, что износилось до любви Только лишь босыми, Только лишь босыми, Лишь босыми, Лишь босыми, Лишь босыми. Это стихи Елены Кулик? Елена Кулик, да. Но она такая разноплановая поэтесса, Она и лирическая что-то может, И вот такой вот, Какой-то разрыв. Это вот такие интересные мои друзья творческие, С которыми я никогда не встречался. Вот она живет в Вологодской области, А я здесь живу. Ну, Саша-то из Череповца, Из тех краев. Я тоже, когда я первый раз его слышал, Я прямо на квартирнике в Москве, Вот, я был, конечно, поражен. Казалось бы, там, Ну, там такая харизма, Такой вот внутренний нерв, Такая энергетика, Все это сплетается, Душа действительно нараспашку, Действительно босыми ногами по стеклу. Ну, кстати, эту песню можно даже теоретически ему посвятить, Саше Башлачеву. Причем, что он мало прожил, Сколько он, 27 лет, по-моему. А такой пласт творчества, да, Который, в принципе, Да, до сих пор. Только сейчас он начинает. Я зашел в одну семью, Благочестивую, Там все у них, Там, Очень богатая семья. А дети слушаются Александра Башлачева, Представляешь? Я был в шоке. Но это хорошая воспитания, значит. Я стал узнавать, что вы слушаете? Они говорят, Александра Башлачева. И они делают какие-то там еще сейшены, Какие-то там выставки ему памяти. Я был поражен. Как это вот? Это такой контраст получается. Значит, это нужно. Мне кажется, что люди хотят вырваться Из обыденности. Даже из золотых клеток. И из каких-то там, Даже из подвалов. Откуда угодно. Это не важно. Они хотят вырваться на какую-то свободу. Они сами не осознают этой свободы. Вообще не знают, куда они полетят даже, Если они вырвутся. Но они все равно вырываются. А там, типа, разберемся. Я думаю, что Саша Башлачев, Он был настолько, Он как бы внутренне свободен, Что он-то передал в своих текстах, В своей музыке. И сейчас вот люди, Они как раз свободу выискивают. Эти смыслы свободы в его творчестве. Ну, тот, кто ищет. Ну, так это, ну, это сложный момент. Да, который уже... Ну, давай еще песню. Может, следующая какая у тебя там. Следующая песня. На стихии замечательного поэтесса, Недавно познакомился, Кира Каменецкая. Такая песня родилась. Время уходит волнами В слепой рассвет. Все, чего нам иногда Не дано понять. Это, наверное, правда, Которой нет. То, что уже никогда Не воротишь вспять. То, что, конечно же, Станет ясней потом После, когда Поутихнут в душе Шторма. Время уходит, И мы вместе с ним идем Сразу за летом Осень, за ней зима. Нам иногда Полезно начать с нуля Стать до предела Пустыми увидеть мир Так, словно всюду Вокруг замерла земля Замерло все, во что Верил, ценил, любил Замерло, но не закончилось Видишь свет Там вдалеке В нашу сторону Идет волна Прошлое Это правда Которой нет В будущем Будет заново Все Сполна То, что, конечно же, Станет ясней потом После, когда Поутихнут в душе Шторма Время уходит И мы вместе с ним Идем Сразу за летом Осень, за ней зима Нам иногда Полезно Начать с нуля Стать до предела Пустыми Увидеть мир Так, словно всюду Вокруг замерла земля Замерло все, во что Верил, ценил, любил Замерло все, во что Верил, ценил, любил Время действительно уходит И пришло время Нашей передачи Время неумолимо Движется Да Я думаю В следующей передаче Еще встретимся Я очень надеюсь, батюшка Что получится все это сделать Тем более, это наступит Совершенно скоро Спасибо вам Да, тебе спасибо Что пришел Поднял свое бренное тело Притащил На передачу Слава Богу Я тоже самое Делаем усилия Да, постоянно Да Но это грустно бывает А потом Вроде что-то сделаешь Вроде и повеселее Какие-то эффекты На себя наложишь Компрессию сделаешь Фильтр Компресс на голову положишь Дорогие мои Передача Лаврские встречи Подошла к концу С нами был дьякон Александр Андреев Композитор Поэт Музыкант Хороший человек Сын Настоящего русского художника Вот Который продолжает Эти традиции Я думаю Что он еще Придет К более такому Основательному Такому варианту Вот этого движения Которое идет У нас Которое существует У нас в Руси Которое под спудом Постоянно Оно пробивается Как Росточек Через асфальт Но для этого Нужна сила Для этого Талант есть Для этого Нужна сила А сила Она в Боге Мы люди немощные Сила божественного притяжения Так что Божьей помощи До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok